Все, что вы сейчас видите, происходит в городе на Неве. Санкт-Петербург давно стал неофициальной столицей наркомании. По разным оценкам, такой город, как Питер, потребляет более сотни килограмм различных наркотиков в сутки. Сегодня большую часть этой дозы составляют кокаин и героин. По статистике, только 7% наркоманов освобождаются от наркотической зависимости. Большая часть из оставшихся 93-х отправляется на кладбище. Несмотря на это, наркодельцы стабильно получают баснословные барыши. Доходы от продажи наркотических средств в России превышают 10 миллиардов долларов в год. Единственное, что сегодня можно сделать в Санкт-Петербурге, это перекрыть новые каналы поступления наркотиков. 9907-й поддерживает Киевская 925-й. Если что, объект возьмется в Санкт-Петербурге. По караму, очень большая часть. Понял, понял вас. 991-й объект появился. Возможно, это наш человек похож, похож по описанию. Девушка движется в сторону станции метро Площадь Восстания на выход Лиговский проспект. Как поняли? Понял, понял. 907-й, 900-й, 907-й, 900-й. Пройдите, пройдите к входу в метро, пройдите к входу в метро. Площадь Восстания, Московский вокзал. Обратите внимание, наш объект пересел в сторону входа в метро. Как поняли, прием. 900-й, 900-й, 901-й. Девушка, 900-й, девушка, пройдите к входу в метро. 905-й, 905-й, 900-й. Санкт-Петербург, Московский вокзал. Сейчас в центре кадра вы видите девушку с большой черной сумкой. Эта девушка сейчас находится под оперативным наблюдением, как, впрочем, вот эта блондинка. Возможно, одна из них и есть наркокурьер, который должен доставить в город 1 килограмм героина, стоимость которого на сегодняшний день превышает в Питере 20 тысяч долларов США. Обе девушки подходят под полученное оперативникам описание курьера, но об этом чуть позже. Операцию проводит отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления внутренних дел Центрального района Санкт-Петербурга. И только что нам сообщили, обнаружен подозрительный мужчина, возможно, прикрывающий курьера. Значит, 907-й, 907-й, 900-й. Прием. Посмотрите, пожалуйста, слева, слева, подозрительный мужчина с длинными волосами, назовем его бородой. Кто-то из девушек, возможно, имеет при себе килограмм героина, а мужчина прикрывает курьера, пытаясь обнаружить возможную слежку. Все началось полгода назад. В город стал поступать чистый героин, предположительно из Средней Азии. Через некоторое время оперативникам удалось выйти на след мелкого торговца наркотиками. Мы не можем назвать его фамилию. Он получил оперативную кличку «Таджик». В круг наркоторговцев этого азиатского клана внедрили оперативного сотрудника. После разработки операции было проведено задержание «Таджика». Сейчас вы видите его захват сразу после проведения контрольной закупки. «Таджик» был взят с поличным. При нем обнаружили 157 граммов героина. Более двух недель понадобилось оперативникам для того, чтобы расколоть «Таджика». Стали известны схемы поставки наркотиков в город. Из Афганистана в Таджикистан, затем через Саратов в Москву и, наконец, в Санкт-Петербург. Теперь главной задачей было убедить «Таджика» организовать встречу продавцов крупной партии героин и оперативников, которые могли бы сыграть роль покупателей. Операция была поручена отделу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Центрального района Санкт-Петербурга. Возглавил ее опытный офицер, майор милиции Василий Форманюк. По проведению операции, как стало известно, его заместителем стал майор Николай Вороной. Получено от «Таджика». Три месяца силами внедренных сотрудников через «Таджика» проводились закупки мелких партий товаров. Восемнадцать раз преступники сообщали о готовности провести продажу крупной партии и каждый раз сделка срывалась. Оперативники уже потеряли всякую надежду. Спустя еще месяц разработка отдела по «Таджику» была рассмотрена руководством УВД и признана бесперспективной. Черная, черные брюки. Но майор Форманюк для себя эту операцию считал уже личным счетом с преступниками. Слишком часто его сотрудники рисковали жизнью ради раскрытия канала поставок. Сыщики решили рискнуть. «Таджик» в очередной раз вышел на связь с наркодельцами и сообщил им, что нашел хороших покупателей, готовых взять килограмм чистого героина. Через два дня пришел ответ. Курьер с товаром выехал. Сообщили способ доставки. На связь должна была выйти девушка. Операция началась. 1-й 900, 1-й 900-му. «Таджик», как было условлено с преступниками, находился в машине рядом с московским вокзалом. Его охранял внедренный сотрудник. Оперативная кличка «Грузчик». При себе у «Таджика» был мобильный телефон. Преступники сами должны были выйти с ним на связь. 905-й, 905-й, 900-му. По активнее работаем, по активнее работаем. Время пришло. Итак, вместе с оперативниками мы продолжаем наблюдать за возможным курьером. В сумке этой девушки вполне может находиться килограмм наркотиков. Камера работает в фоторежиме. Она перешла Лиговский проспект. Куда направилась девушка? У нас в остановке подошла к нему, значит, подошла женщина пожилая с ребенком. Они поприветствовали друг друга и, скажем, пришли в предположную сторону остановку. По-моему, объект не тот. Нет, это не курьер. А вот верхняя камера. Это вторая девушка, блондинка. Возможно, она также случайно попала под наблюдение, тем более, что в такой сумке, как у нее, вряд ли можно спрятать целый килограмм героина. Но не исключено, что это просто тактический ход, чтобы отвлечь внимание. Она должна перейти на ту сторону. Так, это оперативники. Работает фотокамера. Блондинка, как вы видите, перешла Невский проспект. И мне сообщают... 927. Так. На приеме. Пока, больше нету, потеряю его. Удача у вас идет. Итак, сыщики попросту потеряли. Потеряли эту блондинку. 927 не обнаружили. Нет, нет. Теперь им нужно либо быстро ее обнаружить, либо признать операцию проваленной. Хорошо, продолжайте наблюдение. Нет. Они спереди стоят. Стой. Стой здесь. Сверху назад стоят. Николай Иванович, какая-то херня получается? Аптеки, угол фонтанки, как понял. Понял. Полгода работы их отдела. Коллег из транспортного управления, служб ГИБДД и групп немедленного реагирования все под угрозой срыва. Ну что, разворачиваются? Разворачиваемся, поехали. Преступники очень осторожны. Возможно, они обнаружили слежку, и теперь уже почти контролируемый канал поставки в город наркотиков пойдет по другому пути. В обход ловушки. Вы видите объект? Потеряли вы его. Но если потерянная блондинка действительно так, а вы ищут оперативники, скорее всего, она связная, а товар находится где-то в другом месте. Но вот нам сообщили, что она только что обнаружена. На Невском. 907-й, 907-й, 900-й. На приеме 7-й. Взяли под наблюдение объекта. Пока нет, пока нет. Взятцы. Догоняем, догоняем. Есть девушка, он сел на такси, да? Нет, нет, не такси. Шукой, как-то он сел на 5-й модели. Номерная знака Владимир, 81-901. Один, дергали, китры. Все понятно. Это специальная камера из машины оперативников. Ее возможности позволяют нам разглядеть объект съемки в любых условиях. Посмотрим. Теперь нет сомнений, что оперативники на правильном пути. Блондинка приехала на встречу с таджиком. Сменила внешность. Одела черный парик, одела черный парик. Теперь самое важное для фармонюка определить, где находится товар. 907-й, где ты, примерно, находишься? Приняли объект, приняли, приняли объект. Вот это девушка. А вон девушка-прогольница. Вон она. Вот она, под стрелкой. Прямо на Невском, что ли? Прямо на Невском, а где же еще? Да, радость руководителя операции понятна. Посмотрите внимательно, как теперь выглядит наша связная. 507-й, 900-й. На приеме седьмой, на приеме. Где объект? Объект перешел на Невский проспект, но он уже не сходил. Иди, штаб. Где находимся? Находимся около Моросе, в Книге. Объект дошел сюда, сейчас слышал, а я тебе что-то с самого Моросского моста. Ну, понятно. Значит, 907-й поддерживаете связь 925-й, что у вас, если что, объект возьмет такси, мог подхватить. Как поняли? Понял, понял вас. Объект движется пешком? Да, да, я понял. Идет второй, идет с дониней, я за следом. Прием. Нам только что сообщили, что преступники вышли на связь с таджиком. 48-68, понял. В Межгородном переговорном пункте, на Невском. Это скрытая камера внутри машины таджика. Вы помните, это наш оперативник-грузчик. Таджик обозначен красной стрелкой, а грузчик белый. 500-й, 904-й. Грузчик опытный офицер, но сейчас он должен для всех оставаться наркодилером. Напомню, что у московского вокзала был обнаружен борода, возможно, прикрывающий связной. Он передвигается на жигулях шестой модели бежевого цвета. 900-й, 904-й. И как мне сообщают, именно он сейчас звонит таджику, и уже что-то идет не так. Так, таджику назначили новую встречу у переговорного пункта. Вот, должен идти один, как понял. Так, таджику назначена новая встреча. Мои действия какие? Прикрываете, прикрываете таджика. К переговорному пункту движетесь в отдалении за ним. Грузчик, как и положено, должен быть рядом с объектом. Офицеры, работающие под прикрытием, не имеют при себе документов и табельного оружия. Но сегодня он вооружен и, в свою очередь, находится под прикрытием наружного наблюдения. Мне сообщают, что сейчас все под контролем. Внимание, 900-й, взяли нашего грузчика. Как взяли? Вот, смотрите, в правом углу кадра. По-моему, это борода. Так и есть, они посадили грузчика в машину прямо напротив переговорного пункта. Где грузчик находится? В первой шестерке находится грузчик. В шестерке? Вот он, впереди. Хорошо, не трогайте, не трогайте грузчика. Как поняли? Здесь остановиться. Понял, продолжаем наблюдение. 901-й, 901-й. Итак, захвачен человек Форманюка. Преступники иногда используют такой ход, когда, идя на встречу с непроверенными посредниками, они могут захватывать заложника с другой стороны. Понял, сюда. Майор Вороной, вооруженный скрытой камерой, направился в переговорный пункт. Как выяснилось, здесь преступники арендовали таджику компьютерную кабинку. Смотрим в фоторежиме. Так. Вот мне как раз сообщают, что таджику приказано поменять телефон, иначе сделка не состоится. Значит, теперь после замены телефона с таджиком смогут связываться только преступники. Да, оперативники остались без связи с таджиком. Он может запаниковать и провалить всю операцию. Но мне сообщают, что Форманюк уже принял решение подобрать таджика. Это очень рискованно, учитывая, что вокруг могут быть глаза и уши преступников. Видимо, ничего другого не остается. Вот таджик. Мы даем маску на его лицо, так как следствие гарантировало ему личную безопасность. Форманюк принял единственное верное решение. Он позвонил к себе в отдел, и там определили номер нового телефона таджика. Теперь связь с ним восстановлена. А пока мы имеем возможность рассказать вам, что подготовили сыщики для встречи наркодельцов, если, конечно, она вообще сегодня состоится. Все, давай. Форманюк и Вороной спланировали операцию таким образом, чтобы максимально использовать свое единственное преимущество. Они могли выбрать место встречи. Был подобран неприметный подъезд недалеко от дома ленинградской торговли, где была возможность установить камеры слежения. Нам сейчас показывают картинки от этих камер. Вот вид сверху. Технический отдел управления по борьбе с наркотиками подготовил все необходимое для проведения операции. Вот, например, скрытые видеокамеры в сигаретных пачках. Это оперативники на месте предстоящей встречи. А это специальная машина, оборудованная для прослушивания всего, что будет происходить в подъезде во время переговоров о покупке товара. Но сейчас самое главное для фармоняка – это понять, где находится сам товар. Вот нам дает картинку на полный экран. И сообщает, что связная обнаружена на улице Большая Конюшенная, недалеко от того места, где должна произойти встреча. 907-й, а где вы находитесь? А вон, вижу, вон она. Пока находимся на Большой Конюшенной. Вот та девушка, ради встречи с которой фарманюк и его ребята провели не одну бессонную ночь. Поворачиваем на Большую Конюшню, на Большую Конюшню и останавливаемся. Начинаем патрулировать. Я девушку обнаружил на посредине, посредине проход для пешеходов. На этом проходе. Отъект принял. Да, да, принял. А вот и таджик. Встреча произошла. Теперь главное для оперативников – не засветить себя и обнаружить прикрытие преступников. Так, сейчас машина фарманюка выезжает на мойку. Теперь важно, чтобы хватило выдержки и спокойствия. Если преступники ничего не заметили, есть шанс, что фарманюк доведет операцию до конца. Главное не допустить какой-нибудь нелепой ошибки. Ну, я подравлю, что нельзя, я могу закурить, а вы будете дышать. Дышал? Ну, я там, надеюсь, не простите. Кому легко? Пока машина фарманюка подъезжает к месту встречи с наркокурьерами, нам сообщают, что товар еще не появился. Долго, долго отсутствует человек. Не знаю, он, наверное, отошел, отошел далеко. Надо посмотреть, не вышел ли он. Таджик, это я. Скажи, что звонили люди-блондинки. Телефона им не давай. Дайте картинку подъезда. Все ли там готово? Все на месте. С таджиком идут? Да, да, да. Вот они, с таджиком идут. Да. Вот они, с таджиком идут. Здесь все, здесь, 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 там, конечно. Так, связная клюнула. Видим, видим. Это камера с места встречи, там таджика и связную должна встретить оперативница, играющая роль продавца. Вот она. Сейчас вы видите на укропнении, как связная передает так называемый чек, маленькую пробную дозу товара. Курьер появился. Тричь экспедитора с объектом произошла. Хорошо. Понял, понял, сарай. Проверка, проверка, проверка товара. Сейчас мне объясняют. Проходит проба товара. Это специальный тест на героин. Индикатор должен изменить цвет. Проверен, товар хороший. Проба товара показала. Это чистый героин. А сейчас оперативники показывают связной деньги. Они были обработаны специальным составом, который оставляет на руках и одежде следы. Вот сейчас вы видите, как во время проверки перед операцией в ультрафиолете проявлялись специальные следы, оставленные маркером. Так, связная посмотрела деньги, значит, на ее руках следы остались. 507-й, второй номер подошел. Теперь либо мы узнаем, где товар, либо на этом все и закончится. Объект вышел в подарки, видите? Ни хрена не видит. Вот. Объект садится в машину. 907-й, 907-й объект. Так, есть. Берет сумку, скорее всего, наркотики там. И пошел под арку. Теперь обнаружено главное звено в преступной цепи. Товар. Он был в машине ВАЗ-2104 синего цвета, за которой уже началась слежка. На постоянной связи с фармонюком находится дежурный экипаж. Прошу ориентировать наряды. Так, все под контролем. Осталось определить, где бежевая шестерка, в которой находятся борода и захваченный грузчик. И тогда операция войдет в заключительную фазу. Владимир Максим, 78-й регион. Отрадный, 928. Теперь нужно приступить к захвату всей преступной группы, а также таджика, обеспечив ему тем самым алиби. Так, мне сообщают, что сейчас ГИБДД засекло машину преступника в четверку. Дайте картинку. Четверку 528 обнаружил на улице Жуковского. Картинка есть. Возможно, сейчас будет захват. Вот, посмотрите внимательно. Так, в этом правом углу появилась картинка слежения за шестеркой из машины фармонюка и Воранова. Что в машине находится? Только водитель. А теперь нам сообщают, что связная в подъезд не вернулась. Видимо, она что-то заподозрила. Но все возможные переулки вокруг двора перекрыты. Впрочем, Питер известен своими проходными дворами. Хотя нет, вот она. Скорее всего, связная ничего не подозревает. И мы снова переходим на камеры в машине майора фармонюка. Вот в кадре шестая модель Жигулей. Это машина преследования. Они идут по Литейному. Смотрите, прямо перед станцией метро Достоевского шестерка ушла направо. Это уже опасно. У Пятиуглов на улице Рубинштейна разворачивается одиннадцатая модель, в которой фармонюк и Вороной. А что в это время происходит на мойке? Вот наша связная. Так, она движется по набережной. Теперь главное не позволить ей сбросить товар в канал, потому что если наркотик будет сброшен в воду, доказать ее причастность к этому делу будет практически невозможно. Как поняли? Значит, что заезжание четкое и жесткое. Как поняли? 907-й, 900-й. С улицы Жуковского уходят БКЗ четверка, как приняли. Справа остановимся, 5-2-8. Справа. Нет. Справа остановиться. Сейчас будет происходить захват. Вряд ли человек в четверке будет пытаться уйти. Он знает, что сотрудники в таких случаях могут применять оружие. Так и есть, как и планировал фармонюк, захват четкий и жесткий. Так, а что происходит на улице Рубинштейна? Так, 11-я модель выходит прямо в лоб шестерки. Вы видели, как это было? Дело в том, что здесь очень много проходных дворов. Вот сейчас в один из них нырнула шестерка, и теперь ее нужно срочно перекрывать. Я думаю, что ты с этой стороны перекрываешь? Ну да, а я сразу по на руку, там проходные дворы вот здесь. Так, что происходит? Вороной решил один идти на перерез. Так, они будут брать их в клещи. Да, Вороной настроен решительно. Так, а это камера из машины майора Фарманюка. А на мойке нам сообщают, уже происходит захват. Готовится. Вот это камера из машины слежения. А эти камеры установлены на оперативных сотрудниках. Теперь главное не упустить, не упустить сумку с товаром. 907 задерживаем. Так, есть. Но я не видел. Где сумка? Сумку держи на руку. Сумка на месте. Сейчас готовят понятых, так, чтобы все было по закону. А нам дайте картинку. Дайте картинку машины Фарманюка. Там тоже уже происходит захват. Захват шестерки. Они все-таки взяли ее в клещи. Наши операторы преследуют буквально по пятам оперативных сотрудников. Так, второй есть. Первый я не видел. Покажите первого. Взяли его или нет? Это борода? Нет, отсюда не видно. Скорее всего... Нет, это его водитель. Так. А это, судя по длинному пальту, и есть борода, который постоянно прикрывал связную. Насколько я понимаю, все преступники задержаны. А вот в правом углу кадра, посмотрите еще раз картинку, это грузчик. Он остался жив. С ним все в порядке. Да, это настоящая мужская работа. Нормально. Вазари, Вазари, фуанк. Мы поздравляем все подразделения Санкт-Петербургской милиции, принимавшие участие в этой операции. Санкт-Петербургской милиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok